Всем привет! Вот такой сегодня ливень, хотя несколько минут назад выглянуло солнышко, и с утра было так хорошо. Сегодня у нас 16 плюс, 4 мая. Продолжаем с вами считать Дон Кихота. Глава 28. Повествующая о новом занятном происшествии, случившемся со священником и цирюльником в тех же самых горах. Блаженные и благословенные времена, когда начал странствовать по свету отважнейший рыцарь Дон Кихот Ламанческий. Ибо благодаря великодушному его решению попытаться воскресить и возвратить миру уже распавшийся и почти исчезнувший орден странствующего рыцарства, ныне в наш век, нуждающийся в веселых развлечениях, мы наслаждаемся не только прелестью правдивой его истории, но и вкрапленными в нее повестями и эпизодами, в большинстве своем не менее занятными, замысловатыми и правдоподобными, чем самая история. История же эта, вновь принимаясь за свою чесаную, крученую и намотанную нить, гласит, что как скоро священник приготовился утешать корденьо, до слуха его долетел печальный голос, говоривший такие слова. О, Боже! Уже ли я сыскала, наконец, место, могущее служить тайною гробницей для тяжкого бремени моего тела, бремени, которое я против воли своей влачу? Да, сыскала, если только безмолвие окрестных гор меня не обманывают. О, я несчастная! Насколько же благоприятнее для моего замысла общество этих утесов и дебрей, ибо они не помешают мне жаловаться небу на горькую мою судьбину, нежели присутствие человеческого существа, ибо нет на свете такого человека, который способен был бы рассеять сомнения, утолить печали и избавить от мук. Священник и его спутники расслышали и уловили эти слова, и показалось им, да так оно и было на самом деле, что говорят где-то совсем близко от них, а потому они двинулись на поиски произносившего эти слова человека, но не прошли они и двадцати шагов, как за утесом под сенью ясеня глазам им представился одетый по-деревенски юноша, которого лицо, по той причине, что он, наклонившись, мыл в ручье ноги, им сперва не удалось рассмотреть. Подошли же они так тихо, что он их не слыхал, да к тому же он был весь поглощен омовением ног, а ноги у него были точно два белых хрусталя, сверкающих среди других камней того же ключа. Белизна и красота его ног поразили путников. Казалось, эти ноги не созданы ступать по вспаханному полю или брести за плугом, за валами, несмотря на то, что одежда юноши свидетельствовала о другом. И вот, удостоверившись, что он их не замечает, священник, шедший впереди, сделал знак обоим своим спутникам спрятаться и притаиться за обломками скал. И те так и сделали, и стали внимательно следить за юношей. На нем было серое двубортное полукофтанье, перетянутое у пояса белой косынкой, панталоны серого сукна гамаши и серый же суконный берет на голове. Гамаш он засучил, и голень его смело можно было уподобить алебастру. Омыв прекрасные свои ноги, он тот же час достал из-под берета головной платок, вытер их, но, доставая платок, он поднял голову, и тут глазам тех, кто на него взирал, на мгновение явилась такая несравненная красота, что Корденьо шепотом сказал священнику, «Если это не Лусинда, то значит, это не человек, но ангел». Юноша снял берет, тряхнул головой, и след за тем рассыпались и распустились по плечам его кудри, которым даже фэбовы кудри могли бы позавидовать. И тут все уразумели, что это переодетая хлебопашцем женщина, и притом изящная, более того, прекраснейшая из тех женщин, каких кто-либо из них видел, в том числе и Корденьо. Впрочем, Корденьо знал и созерцал Лусинду, но он сам утверждал впоследствии, что только красота Лусинды могла бы поспорить с этой. Роскошные золотистые волосы, длинные и густые, закрывали не только плечи, но велись вдоль всего ее тела, так что видны были одни лишь ноги. Гребень ей заменяли собственные ее руки, и если ее ноги в воде походили на хрусталь, то руки, подбиравшие волосы, напоминали плотно слежавшийся снег. И чем дальше смотрели на нее все трое, тем более восхищались, и желание узнать, кто она усилилась, у каждого в это мгновение. Того ради положили они объявиться. Когда же они сделали движение, чтобы встать, прелестная девушка подняла голову и обеими руками, откинув с лица волосы, поглядела в ту сторону, откуда донесся шорох. И, едва завидев их, она вскочила, быстрым движением подняла лежавший подлинь ее узел, как видно с одеждой, и босая, с распушенными волосами, в смятении страхи бросилась бежать. Однако нежно ее ноги не вынесли прикосновения острых камней, и пробежав всего лишь несколько шагов, она упала. Тут все трое приблизились к девушке, и первым заговорил с нею священник. «Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее, ибо единственное желание тех, кого вы видите перед собой, это помочь вам. Напрасно вы опрометью бросились от нас бежать. Все равно ваши ноги не вынесут этого, да и мы этого не допустим». Недоумевающая и смущенная она не отвечала ни слова. Тогда они подошли к ней еще ближе и, взяв ее за руку, священник заново заговорил. «Что скрыло от нас ваше сеньора одеяние, то выдали ваши волосы, наглядно доказывающие, что немаловажные должны были быть у вас причины облечь красоту вашу в столь недостойной одежды и завести ее в такую глушь, где, однако же, нам посчастливилось встретиться с вами. И если мы бессильно прекратить ваши муки, то во всяком случае мы можем дать вам совет. А ведь как бы ни было велико горе и как бы оно не терзало страждущий, пока он жил, должен по крайней мере выслушать того, кто из добрых побуждений желал дать ему совет. Итак, моя сеньора или же сеньор, как вам будет угодно, преодолейте страх, который мы вам внушили своим появлением и поведайте нам счастье свое или же злосчастье и во всех нас, вместе взятых и в каждом в отдельности, вы встретитесь сочувствия вашему гору». Между тем переодетая девушка будто зачарованная глядела на всех, не шевеля губами и не произнеся ни слова, точь-в-точь, как деревенский парень, которому неожиданно показали что-нибудь диковинное, доселе невиданное. Но как священник клонил все к одному и тому же, то в конце концов оно, глубоко вздохнув, прервало молчание и сказала «Коли эти пустынные горы бессильны меня укрыть, а распущенные, нечесанные мои волосы не позволили моим устам солгать, то тщетно стала бы я теперь притворяться, ибо если даже вы и сделали бы вид, что поверили мне, то скорее из вежливости, а не по какой-либо причине. После этого предисловия я могу вам сказать, сеньоры, что ваше предложение, за которое я вам так благодарна, обязывает меня удовлетворить вашу просьбу, хотя, впрочем, я опасаюсь, что рассказ о моих невзгодах не только вызовет у вас сострадание, но и огорчит вас, ибо вы не найдете ни лекарств, которые прекратило бы мои муки, ни слова утешения, которые облегчили бы их, но чтобы у вас, уже знающих, что я женщина, и встретивших меня такую юную одну, да еще в этом наряде, не создалось превратное представление о моих правилах, ибо подобные обстоятельства, вместе взятые, и каждая из них в отдельности, способны очернить любую добрую славу, я принуждена поведать вам то, о чем хотела бы умолчать, если бы только могла. Все это красавица-девушка проговорила, не переводя дыхание. И складные ее речи и ум, равно и нежный ее голос, привели путников в не меньший восторг, чем ее красота. Когда же они снова начали предлагать ей свои услуги и просить исполнить данное ею обещание, то она не заставила себя долго упрашивать, строго соблюдая приличия, обулась, подобрала волосы, села на камень, и как скоро трое путников расположились вокруг нее, неторопливо и внятно, еле сдерживая выступившие на глаза слезы, начала рассказывать историю своей жизни. У нас в Андалусии есть такой город, от которого происходит титул некоего герцога, одного из так называемых испанских грандов. У него два сына. Старший наследник его титула должно полагать, унаследовал и добрый его нрав, младший же вряд ли что-нибудь унаследовал, кроме коварства, велиджо и лживости Ганелона. Мой отец и мать вассалы герцога. Роду они безызвестного, но зато весьма богаты, так что если бы их происхождение было не ниже их достатка, то им и желать было бы нечего. А мне нечего было опасаться беды, которая ныне со мною стряслась. Ведь все мое несчастье, быть может, и состоит в том, что родители мои не имели счастья родиться от людей родовитых. Правда, род их не столь уж низок, чтобы надобно было его стыдиться, но и не настолько высок, чтобы поколебать мою уверенность в том, что горе мое проистекает от его безвестности. Словом, они хлебопашцы, люди простые, ни с каким нечестивым племенем ничего общего не имеющие, самые настоящие, что называется, чистокровные христиане, но они очень богаты, ни в чем себе не отказывают. И сущность теперь уже мало чем отличается не только от Идальго, но даже от Кавальеру. Однако же, все свое богатство и всю именитость свою полагали они в том, что у них такая дочь, как я. А как других наследниц или наследников они не имели, родители же они были чадолюбивые, то я была одной из самых балованных девочек в мире. Я была опорой их старости, зеркалом, в котором они смотрелись, предметом, к коему они устремляли богоугодные свои желания, столь благие, что они не могли идти вразрез с моими. Будучи владычицей их душ, я была хозяйкой у них в доме, сама нанимала и отпускала работников, вела счет всему, что сеялась и убиралась, крупному и мелкому скоту и пчелиным улем, наблюдала за маслобойками и давильнями. Словом, все, что только мог владеть и владел такой богатый сельчанин, как мой отец, было у меня на учете. Я была и домоправительницей, и госпожою, и рачительницей моей, а также того удовольствия, которое я этим доставляла моим родителям, я не в силах должным образом описать. Отдав надлежащие распоряжения над смотрщиком, пастухам и паденщикам, я проводила время за работой столь же приличную девушкам, сколь и необходимую, например, за иглою и пяльцами, частенько за прялкой. Когда же я, чтобы развлечься, эти занятия оставляла, то меня тянуло почитать душеспасительную книгу или же поиграть на арфе, ибо я знала по себе, что музыка успокаивает беспокойный дух и умеряет волнение праздной мысли. Вот какую жизнь вела я в родительском доме, и описываю я столь подробно ее не с тщеслави, не с желания похвалиться своим богатством, а единственно для того, чтобы показать, как хорошо жилось мне прежде и в каком плачевном состоянии я ни в чем не видная нахожусь ныне. Дело состоит в том, что неустанно трудясь и живя в уединении монастырскому затвору подобным, я полагала, что меня никто, кроме прислуги, не видит, ибо я и в церковь ходила ранним утром, и непременно с матерью, и служанками, закутанная и укрытая, так что очи мои не видели ничего, кроме того клочка земли, на который ступали мои ноги. И совсем тем очи любви, или лучше сказать, очи праздности, с коими и рысьим глазам не сравниться, благодаря стараниям Дона Фернандо, так зовут младшего сына герцога, о котором я уже упоминала, меня заметили. Стоило рассказчице произнести имя Дона Фернандо, из лица Карденьо мгновенно сбежала краска, а на лбу у него выступил пот, так что священник и цирюльник, заметив охватившее его необычайное волнение, со страхом подумали, не припадок ли это умоиступление, а они слыхали, что такие припадки с ним время от времени случаются. Но Карденьо только обливался потом, и сились понять, кто эта поселянка, смотрел на нее в упор, поселянка же не видя, что происходит с Карденьо, между тем продолжала. И не успели его очи увидеть меня, как он мною прельстился, о чем он сам мне потом поведал, и непреложным чему доказательством служило дальнейшее его поведение. Однако, желая как можно скорее покончить с несчислимым числом моих горестей, я умолчу о тех ухищрениях, коим Дон Фернандо прибегнул, чтобы изъясниться мне в любви. Он подкупил прислугу, задарил и осыпал милостыними моих родителей, что ни день на нашей улице игры и смех, ночью никому не давала спать музыка, в мои руки Бог весь какими путями попадали записки, и в бесчисленных этих записках полной уверений слов и любви было больше обещаний и клятв, нежели букв. Все это, однако же, не только меня не трогало, но, напротив, ожесточало, точно это был лютый мой враг, и точно все его попытки меня пленить были предприняты с целью противоположную. И не потому, чтобы ухаживания Дона Фернандо были мне неприятны, не потому, чтобы его домогательства казались мне дерзостью, нет, я испытывала кое-какое непонятное мне самой удовольствие и удовлетворение при мысли о том, что меня любит и уважает столь знатый кавальеру, и мне отнюдь не претели лестные слова, рассыпанные в его посланиях, ведь любая, даже самая уродливая женщина уж верно радуется, когда ее называют красавицей. Но против этого восставал мой девичий стыд и постоянные предостережения моих родителей, для коих сердечная склонность Дона Фернандо отнюдь не являлась тайною, ибо он уже и не думал от кого бы то ни было ее скрывать. Родители внушали мне, что только в моей скромности и благонравии поставляют и полагают они собственную свою честь и добрую славу, и что если бы я, мол, вспомнила о неравенстве между мной и Доном Фернандо, то что бы он ни говорил, мне стало быть должно ясно, что он думает не столько обо мне, сколько об удовлетворении собственной прихоти. И если, мол, я намерена каким-нибудь образом положить предел беззаконным его притязаниям, то они выдадут меня тогда замуж за того, кто мне больше всех придется по сердцу, будь то самый знатный юноша в нашем селении или даже во всей округе, ибо приняв в соображении их зажиточность и мое доброе имя я на это вполне могу рассчитывать. Веские доводы и неложные обещания укрепили мою стойкость, и я решилась не вымолвить ни единого слова, которое могло бы подать Дону Фернандо отдельную хотя бы надежду на достижение чаемого им. Однако моя непреклонность или, как ему вероятно казалось, пренебрежение долженствовало распалить плотоядную его алчбу. Да, именно плотоядную алчбу, иначе нельзя назвать чувство, которое он ко мне питал. Ведь если бы это была такая любовь, какую ей надлежала бы быть, то вы бы теперь ничего о ней не узнали, ибо у меня не было бы тогда повода вам о ней рассказать. Наконец Дон Фернандо проведал, что родители мои собираются выдать меня замуж, чтобы отнять у него надежду на обладание мною, или во всяком случае, чтобы у меня прибавилось охраны, и это весть, или вернее это подозрение подвигло его на то, о чем вы сейчас узнаете. А именно, однажды ночью, когда все двери были у нас уже на запоре, чтобы по небрежению честь моя не оказалась в опасности, когда все меры предосторожности были приняты, и когда я пребывала в тиши и затворе, и уединении, в обществе одной, единственной служанки, в мою опочивальню откуда ни вознись, явился он, и при виде его очи мои перестали видеть, и они мили мои уста, так что я не могла даже крикнуть, впрочем, он и не дал бы мне, наверное, крикнуть, потому что он сейчас же бросился ко мне, и заключив меня в объятия, у меня же, говорю я, не было сил сопротивляться, так я была потрясена, заговорил. И вот я все еще не возьму в толп, может ли ложь быть настолько искусную, и как она добивается того, чтобы слова, которые она подбирает, казались такими правдивыми. Изменник сумел слезами удостоверить истинность своих речей и вздохами истинность своего намерения, а я, бедняжка, одна денешенька, не наученная моими домашними, как в подобных случаях должна себя вести, и я сама не знаю, почему врагам этим предала веру. И все же слезы его и воздыхание ничего, кроме простого сочувствия, во мне не вызывали, а потому, когда первое волнение улеглось, я кое-как собралась с силами и спокойнее, чем могла этого о себе ожидать, сказала, если бы, сеньор, то были бы не ваши объятия, но когти свирепого льва, и я могла бы вырваться из них лишь ценой деяний и слов, которые погубили бы мою честь, то решиться на этом не было бы так же легко, как упразднить то, что уже совершилось. И подобно, как вы сжимаете в объятиях мое тело, так же точно душа моя связана благими моими намерениями, и вы увидите, сколь отлично они от ваших, если только попытаетесь, применив насилие, слишком далеко возойти. Я, ваша подданная, но не раба. Благородство крови вашей невластно и не должно иметь власть бесчестную и уничтожение моего худородства. Я, простолюдинка и поселянка, уважаю себя не меньше, чем вы, сеньор и кавальеру, себя уважаете. Силую вам ничего со мною не сделать. И не соблазнить вам меня своим богатством, и не обмануть вам меня своими словами, и не растрогать вам меня слезами, вздохами. Впрочем, если бы чем-либо из всего мною перечисленного хотел прельстить меня тот, кого родители мои выбрали мне в супруге, то их воле подчинилась бы моя ни в чем изволи и ни в чем бы изволи не вышла. В всем случае я поступила бы так, как велит мне честь, хотя и не так, как велит мне мое сердце. И сама отдала бы я вам, сеньор, то, что вы ныне пытаетесь взять у меня силой. Все это я говорю для того, чтобы вы, наконец, выкинули из головы мысль, что кто-нибудь, кроме законного супруга, может от меня чего-либо добиться. Если дело только за этим, прелестная Доротея, так зовут меня, несчастную, сказал вероломный кавальеру, так вот тебе моя рука и знак того, что я твой, и да будет свидетелями нашей помолвки небеса, от коих ничего не скроется. И вот этот образ нашей владычицы. Услышав, что ее зовут Доротея, Карденья снова пришел в волнение и заключил, что первоначальные его догадки справедливы. Однако, чтобы узнать, чем это кончилось, хоть он почти все уже и знал, он положил не прерывать рассказа и только спросил, так вас зовут Доротея, сеньора. Я слышал о другой девушке, которую зовут также, и чьи злоключения, пожалуй, сходны с вашими, но продолжайте, в свое время я сообщу вам нечто такое, что ужаснет вас и вместе о печали. Речи Карденью, равно как и странная убогая его одежда, привлекли к себе внимание Доротея, и она обратилась к нему с просьбой, если он знает, что было потом, то пусть где скажет, ей не таясь, ибо один единственный дар, коим наделила ее фортуна, состоит в том, что она стойко переносит любое несчастье, тем паче Анадея совершенно уверена, что нет на свете такого несчастья, которое хотя бы на йоту могло бы усугубить уже случившееся с нею. Я не примену, сеньора, сказал Карденью, поделиться с вами своими соображениями, если только догадка моя подтвердится. Но время для этого еще не приспело, и соображения мои вам пока еще не нужны. Как вам будет угодно, заметила Доротея. Ну а дальше дело было так. Дон Фернандо взял образ находившейся в моей опочивальне и поставил его перед нами как свидетеля нашего обручения. Он дал обещание жениться на мне, но я, прервав поток его страстных слов и необыкновенных клятв, сказала, чтобы он подумал о том, что делает, и о том, как разгневается его отец, когда узнает, что сын женился на крестьянке, на своей подданной, и пусть, мол, не ослепляет его моя красота, какая бы она ни была, она бессильно снять с него вину, и если он подлинно любит меня и желает мне добра, то пусть не препятствует мне связать судьбу с ровней, ибо счастье, коим первое время наслаждаются вступившие в неравный брак, непрочно и недолговечна. Долго я с ним тогда говорила, многое уже теперь не помню, однако слова мои не принудили Дон Фернандо отказаться от своего намерения. Так точно человек, заключающий сделку и не собирающийся платить, не помышляет об условиях. Тогда я призадумалась на секунду и сказала себе, «Ведь не я первая благодаря замужеству из низкого состояния перейду в высокое. Да, и Дон Фернандо не первая, кого женская красота или же собственная безумная страсть, что вернее, принуждает избрать несоответствующую благородному его происхождению спутницу жизни. И раз, что я обычаев света тем и нарушаю, то мне подавает принять отказываю мне судьбой честь, ибо если даже любовь, в которой он ныне мне изъясняется вместе с утолением страсти пройдет, все равно перед Богом я останусь его женой. Если же я с презрением оттолкну его, то от дозволенного он уже верно перейдет к недозволенному, то есть применит силу и обесчистит меня, и я же выйду кругом виноватая и ничего не смогу ответить на обвинение, которое мне волен предъявить всякий, кто не знает, что дошла я до такого безвинного. В самом деле, как я докажу моим родителям и кому бы то ни было, что этот кавалер проник в мое опочивание без моего согласия? Все эти вопросы, ответы, вихрем пронеслись у меня в голове, но главное, что на меня подействовало и побудило сделать шаг, впоследствии оказавшийся для меня роковым, чего я тогда, разумеется, не подозревала, так это то, как страстно Дон Фернандо клялся и плакал, и кого призывал он в свидетели, а также любезность его и привлекательность, каковы его качества, вместе со всевозможными изъявлениями истинного чувства способны были покорить любое другое сердце, столь же свободное и столь же несмелое. Я позвала служанку, чтобы к свидетелям небесным присовокупить земного. Дон Фернандо вновь начал клясться и божиться. Он призывал свидетелей всех святых, заранее обрек себя на самые ужасные кары, в случае, если он не сдержит своего слова, вновь увлажнил слезами глаза и усилил вздохи, затем сжал меня о своих объятиях, из коих, впрочем, он не выпускал меня ни на секунду, и тут, едва лишь из опочивальни вышла моя девушка, я перестала быть таковою, а он стал в полном смысле слова обманщиком и предателем. День, сменивший ночь моего несчастья, наступил все же не так скоро, как того желал, думается мне Дон Фернандо, ибо стоит лишь исполнить веление плоти, как является настойчивое желание покинуть то место, где страсть была утолена. Я потому так говорю, что Дон Фернандо поспешил уйти от меня и благодаря хитрости служанки, той самой, которая его сюда и привела, еще до рассвет выбрался на улицу. Прощаясь со мной, уж не с тем пылом и горячностью, с каким он меня приветствовал, он сказал, чтобы я не сомневалась в его верности и что клятва его правдиво и нерушимо и для вящей убедительности снял с руки драгоценный перстень и надел мне его на палец. И так он ушел, а я осталась ни печально, ни весела, вернее, я была смущена, озабочена и потрясена тем, что со мной случилось, и я не имела духу, а может быть просто забыла побронить служанку за то, что она предательски заперла меня с Дон Фернандо в моей опочивальне, ведь я сама тогда еще не решила хорошо или дурно все то, что со мной произошло. При прощании я сказала Дону Фернандо, что он может таким же точно образом приходить ко мне каждую ночь, ибо теперь уже я принадлежу ему и так будет продолжаться до тех пор, пока он не объявит о нашей помолвке. Но он пришел только на следующую ночь, а затем уже не появлялся, и я больше месяца не видела его ни на улице, ни в церкви, нигде. Тщетно домогалась я свидания с ним, хотя знала отлично, что он никуда не уезжал и целыми днями охотился. Надо бы заметить, что это любимое его занятие. Эти дни и часы, как сейчас помню, были горестные, мучительные для меня, и как сейчас помню, в эти дни и часы начала я сомневаться в Доне Фернандо. Этого малого я утратила веру в него. И еще помнится мне, тогда впервые моя служанка услышала от меня слова осуждения дерзкому ее поступку, слова, каких она не слыхала от меня прежде. И помню, пришлось мне тогда глотать слезы, притворяться веселую, чтобы родители мои не начали допытываться, отчего я такая хмурая, иначе я непременно должна была для отвода глаз что-нибудь придумать. Но все это потом, в одно мгновение, кончилось. И настало мгновение другое, когда соблюдение приличий рухнуло, и пришел конец по мышлениям о чести, когда истощилось терпение, и обнаружились сокровенные мои думы. А случилось так, потому что вскоре в нашем селении разнесся слух, что в соседнем городе Дон Фернандо женился на необыкновенно красивой девушке, происходящей от родителей благородных, однако же не с таким богатым преданным, чтобы ей можно было рассчитывать на столь знатного жениха. Говорили, что зовут ее Лусиндой, и что их свадьба ознаменовалась достойными удивления происшествиями. Услышал Карденьо имя Лусинды и тотчас передернул плечами, закусил губу, нахмурил брови, и вслед за тем из глаз его хлынули потоки слез, однако же Доротея не прервала своего рассказа. Печальная эта весть дошла до меня, и сердце мое вместо того, чтобы оледенить, загорелось злобой и яростью, так что я чуть было с криком не выбежала на улицу и не разгласила вероломства его и измены. Гнев мой, однако же, утих при мысли о том, как я нынче же ночью приведу в исполнение то, что я уже точно хотела осуществить, а именно поведала свое злоключение одному из тех, кого в деревне называют подпасками, слуге моего отца, надела на себя его платье и попросила проводить меня в город, где, по слухам, находился мой недруг. Подпасок сначала пожурил меня за безрассудство и не одобрил моего намерения, но затем, видя, что я непреклонно, изъявил готовность сопровождать меня, как он выразился, хоть на край света. Я мигом уложила в полотняную наволочку одно из моих платьев, взяла с собой на всякий случай денег и кое-какие драгоценности и глухою ночью, ничего не сказав предательнице-служанке, сопутствую моей слугою и роем неотвязных мыслей, оставила отчий дом и пошла пешком в город, куда я так стремилась не с целью расстроить уже совершившееся, а единственное для того, чтобы спросить Дона Фернандо, с какой совестью он мог так поступить. спустя два с половиной дня я пришла куда мне было надобно и, войдя в город, спросила, где живут родители Лусинды и первый, кому я задала этот вопрос, поведал мне больше, чем я желала услышать. Он указал мне их дом и сообщил обо всем, что произошло во время обручения дочери. Должна заметить, что событие это получило в городе широкую огласку и люди собирались на улицах кучками, только чтобы посудачить. Вот, что он мне сообщил. В тот вечер, когда Дон Фернандо обручился с Лусиндой, после того, как она изъявила согласие быть его слугой, с ней приключился глубокий обморок. Супруг же ее, расстегнув ей корца, чтобы легче было дышать, обнаружил у нее на груди написанную собственной ее рукой записку, в кое она уведомляла и объявляла, что не может быть женой Дон Фернандо, ибо она жена Корденьо, некоего весьма знатного, по словам того, кто мне это рассказывал, кавальера, местного уроженца, и что она дала согласие Дону Фернандо единственно потому, что не желала выходить из родительской воли. Из дальнейшего, по словам того же самого человека, явствовало, что она намеревалась тотчас после обручения наложить на себя руки, и в записке этой она объясняла, почему она решилась покончить с собой, найденный же, как говорится, в ее платье кинжал, всему этому служил подтверждением. Тогда Дон Фернандо вообразил, что Лусинда насмехается, издевается над ним, и не ставит его ни во что, и не успела она очнуться, как он уже бросился на нее с найденным при ней кинжалом, и уж верно заколол бы ее, когда бы ее родители и все, кто только там не находился, его не удержали. Еще говорили, будто Дон Фернандо в тот же час выехал из города, а Лусинда пришла в себя только на другой день и рассказала родителям своим, как она стала законной супругой помянутого мною Корденьо. Еще я узнала, что Корденьо, по слухам, присутствовал при обручении, как скоро она обручилась, что было для него совершенно непостижимо. Он в полном отчаянии бежал из города, оставив письмо, в коем объяснял, как его оскорбила Лусинда и что он удаляется от мира. Все это стало достоянием всего города и все только об этом и говорили и говорили еще больше, когда узнали, что Лусинда бежала из родительского дома, бежала, должно полагать прочь из города, ибо ее нигде не могут найти, что родители совсем потеряли голову и не знают, как быть. Вести эти ожидали мои надежды и я рассудила так, оживили мои надежды и я рассудила так. Лучше, что я совсем не видела Дона Фернандо, чем если бы увидела его женатым. Ибо мне казалось, что дверь, ведущая к моему исцелению, еще не захлопнулась окончательно, и я убеждала себя, что может статься само небо наложило запрет на этот второй его брак, для того, чтобы он осознал, наконец, свой долг по отношению к первому браку и вспомнил, что он христианин и что ему надлежит думать более о душе своей, нежели о том, что скажут люди. Такие мысли проносились у меня в голове, и чтобы поддержать постылое свое существование, я, безутешная, себя утешала, ласкаясь слабыми, смутными надеждами. Между тем, я все еще находилась в городе и не знала, что делать, ибо Дона Фернандо я нигде не могла найти. Как вдруг слуха моего достигнул голос глашатая, который, суля большое вознаграждение тому, кто меня разыщет, сообщал мой возраст и описал мою одежду. И еще я услыхала, что похитил меня из родительского дома тот самый слуга, который вызвался меня проводить, и это меня сразило, ибо слух этот свидетельствовал о том, как низко я пала во мнении света. Одного того, что я погубила свою честь, уйдя из дома, людям показалось мало, надо было еще выдумать с кем, и вот предметом моим сделался человек столь низкого звания, человек, недостойный моей любви. Услышав, что говорит глашатой, я тот же час покинула город вместе со слугою, который, как видно, уже начал раскаиваться, что присягнул мне на верность, и ночью мы, опасаясь погони, укрылись в этой теснине. Но беда, говорят, беду кличет. Наконец, конец одной невзгоды, это начало другой, еще более тяжкой, так же точно случилось и со мной, ибо верный мой слуга, да то ли преданный и надежный, как скоро мы с ним очутились в этой глуши, побуждаемый не столько моею красотой, сколько собственной низостью, положил воспользоваться случаем, который, как он склонен был думать, в этом безлюдном краю ему представлялся, и утратив стыд, и тем паче страх Божий и всякое уважение ко мне стал домогаться моей любви. Но, выслушав в ответ на бесстыдные слова предложения моей справедливой и дневной речи, он от молений, с помощью коих первоначально рассчитывал добиться успеха, перешел к насилию, однако праведное небо, которое всегда или почти всегда поспешистует и покровительствует к правому делу, оказало и мне покровительство, так что я слабыми своими руками без труда столкнула его с кручи, и жив он теперь или нет, того я не ведаю. А затем, при размокая волнение и усталость, я бодро двинулась дальше с одной лишь мыслью и целью скрыться в горах от отца и от тех, кого он снарядил за мною в погоне. Влекомо этим желанием, я и проникла назад тому несколько месяцев в эти ущелья, и здесь в самом сердце гор повстречался мне скотовод. Он взял меня к себе в услужение, и это время я была у него подпаском. И чтобы скрыть свои волосы, из-за которых ныне столь неожиданно все открылось, я старалась целые дни проводить в поле. Однако же все усилия мои старания пропали даром, ибо хозяин мой догадался, что я не мужчина, и у него появились столь же грешные мысли, что и у моего слуги. А как судьба далека не всегда вместе с недругом посылает и средства от него, то на сей раз поблизости не нашлось обрыва или же кручи, которую любовную его кручину рассеяла бы навек. Вот почему я решила, что лучше оставить его в покое и снова начать скрываться в этих теснинах, нежели мериться с ним силами и увещевать его. И так гнев я свой уняла и вновь предприняла поиски такого уголка, где бы я беспрепятственно вздыхая и плача молила небо сжалиться надо мной, молила помочь и подать мне силы избыть мою беду, либо послать мне смерть в пустынных этих местах, чтобы и воспоминания не осталось о несчастной, которая невольно подала людям повод судачить о ней и злословить не только в ее родном, но и в чужих краях.